всем хайку дорогие друзья надеюсь запись идет и вы сможете увидеть то что я сейчас пытаюсь записать для вас вот собственно эта игра remnant или как-то так он за 6 и вот я хочу сейчас создать персонажей попробовать поиграться играть я наверное скорее всего буду пробовать не один посмотрим что из этого выйдет давайте созданием персонажа персонаж у меня будет точно девушка парам парам пам глава 1 не 30 понравилось папа пам что еще есть интересного кстати седьмая глава тоже довольно неплохая кстати говоря 1 или 7 тоже непонятно а эти седьмую садо ним она поприкольнее по моему так чё у нас по прическам быстренько сейчас что-нибудь создадим посмотрим так давайте начнем с простой какая-то такая непонятная тоже непонятная стандартный лысик за чёсом назад все прикольная такая так это с хвостом это тоже короткие а это прям даже с косой такой неплохой ну это как к викингам что-то такое вот да ну кстати тоже прикольно и кудряхи кудряхи мать моя женщина но давайте попробуем с кудряхами кстати причем он с такими чего нет серыми такими седыми и на седыми такими получается это есть так кстати сорян если чё я немножко подзаболел поэтому не серчайте друзья мои я хотел бы перед вами за это немножко извиниться ничего поделать так но оттенок кожи у нее определенно будет вот такой потому что типа она прям такая непонятная ну мне понравилось по крайней мере ладно чё по шраму начиная с первого первого нету здесь вот шрам небольшой вот тут ага здесь вот через глаз такой нет 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 давайте сделаем стандартный шрам через глаз он прикольный нормальный не сильно выделяется и в принципе выглядит неплохо может пригодится еще что такое интересное место интересно что это это еще что такое может пригодится интересно что это это еще что такое так давайте голос 1 бы все в принципе по внешнему виду меня устраивает может вас нет не знаю итак начинаем с пролога насколько я знаю там можно будет впоследствии поменять сложность и в общем то поехали выбор персонажа у меня очень простой что делать когда последняя надежда отправилась в путь по морю пытаясь найти способ покончить с чудовищами которые охотятся на нас уже много поколений способ был найден или так нам казалось когда дракон взмыл в небеса словно феникс охваченный пламенем агонии но наш герой так и не вернулся домой вместо него пришла буря чудовище и непреодолимый сковывающий ужас тебя ждет трудный путь буря окутала драконью башню непроходимой завесы пускай сам дракон мертв но боюсь из его пекла что-то пробудилось тебе придется бороться за каждый шаг доберись до башни узнай что стало с нашим воином сразись с тем что ждет когда последняя надежда угасает ее место занимает новое и так будет всегда пока мы дышим всем хайк друзьям как вы только что видели перед тем как присоединиться к игре нужно пройти обучение ну как хайк я понимаю что может скорее всего все записываем просто мне пришлось это все второй раз перезаписывать немножечко в общем ладно вам то это все равно не увидеть но короче перед тем как быть в коупе с другом не придется побыть сначала в одного и пройти небольшое обучение и дойти до кристалла это и будет первая серия поэтому в первой серии к сожалению каупа не ожидает можно вот так вот лохануться и как бы чуть не сдохнуть самом начале надо быть короче аккуратно так ладно меня так делать на самом деле ага я кстати помню там по идее в начале что-то было типа хилочки я ее могу же использовать для вот она давайте подождем подхилимся потому что есть вероятно что мне потом дадут лилей а я не хочу чтобы не давали лилей но и сдохнуть на первом же самом боссе моби и так далее тоже не особо хочется мы пытаемся выжить хп у меня очень мало справилась а биться мне еще очень долго но посмотрим на что я гожусь подождем пока эти придурки подойдут ко мне поближе как-то вот так главное не нарваться на крикона который где-то здесь тоже по идее да и да я уже знаю кто из них кто и так далее а там у меня мрачь упадет так вот там еще две мрази что же это за хрень такая интересна мне знать да примерно вот так мы проходим это все играть мы будем сайте на сложным уровнем сложности не на самом высоком потому что там надо играть после перепрохождения игры по идее просто на сложном уровне вдвоем если получится может даже втроем посмотрим вдвоем насколько я знаю играть сложнее видим впроем а так а а а а а а а а Держись, слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь Но они сказали, что Марк не вернется Он был... Ладно, забудь Командир сказала зайти к ней, когда проснешься Ее комната дальше по коридору Она подыщет тебе место Как и всем нам Увидимся! Давай, пацаны, удачите Так, чё здесь интересного есть? Оу Мы таки можем, деревяшки Ну, прикольно 20 какого-то лома Надеюсь, это что-то полезное Так, какой-то журнал 15 декабря 1968 года Лейтенант Эвелин Седер Одна из семи выживших Сумевших покинуть Атолл Нам пришлось покинуть блок 16 И наступить к блоку 13 Все остальные мертвы Хасгард, Невилл, Грин, Паркер, Маккензи Все они погибли Мы единственные, кому удалось Уцелеть Корень напал и на блок 13 Повсюду остатки людей Останки людей и корней К счастью, корень по какой-то причине Отступил, это место заброшено Спящих больше нет Именно для этого сюда и явился корень Не знаю, почему я так решил Но я в этом уверен Корень и спящие как-то связаны Я словно чувствую это После убийства спящих Корню незачем было тут оставаться Капитан Форд, полагая Теперь уже командир сказал Окопаться здесь Пока мы не продумаем Наш следующий шаг Он Поработал с кристаллом Чтобы ничего не смогло Преследовать Нас Ну, последовать за нами Сатола Ладно В это место есть всего Несколько входов Думаю, мы сможем Защищать его Столько, сколько потребуется Черт, жаркая выдалась Ханука Я так предполагаю Что там читать Наверное, много Или немного Все Нет А Так И сколько таких еще будет писем Парам, парам, парам Короче, давайте так Я сейчас это частично Быстренько прочитаю Всем, кому лень это слушать Перематываем Там, скорее всего Я, наверное Скажу Через Типа Сколько Ну, минуты через две Наверное Закончу через три Плюс-минус Ладно 15 апреля 1969 года Прошло несколько месяцев И мы почти привыкли К блоку 13 Мы убрали тела Но некоторые двери Мы до сих пор Не можем открыть Командир Форд Приказал нам Искать выживших И приводить И приводить их В блок 13 Он смелый Умный человек Не то что Те ублюдки Которые Втянули нас В это безумие Благодаря Форду Мы, в отличие От остального Мира Пережили Первую волну Вторжения Корень объявился Не только В блоках Эти существа Атаковали всех сразу Никто не был готов Армии были разбиты Франция даже Применила ядерное оружие Они сбросили бомбы На собственную территорию Затем связались Затем связь с ними Прервалась Мы потеряли Контакт Вообще Со всеми Город Зона боевых действий Мы с трудом Выживаем Как долго мы еще Продержимся 3 мая 1969 года Последнее время Мне снятся сны Я слышу корень Чувствую его запах Смотрю их глазами За тем Как они Выслеживают И убивают Выживших Даже после пробуждения Я чувствую Их удовольствие Их ярость Порой Я не сразу Вспоминаю Кто я И где я Нахожусь Это сводит Меня с ума 24 мая Того же года Сегодня мы Потеряли Много людей Но зато Мы взяли Под контроль Водонапорную Башню Конечно Это поможет Нам Это не Конечно Это поможет Нам выжить Но Стоит ли Она того Сколько жизней Отдано Ради того Чтобы мы Волочили Существование Пока нас Самих Тоже не Прикончит Командир Форд Произнес Речь И заверил Что их Жертва Не будет Забыта Пока мы Дышим У нас Есть Надежда И Наглая Кошка Которая Прыгнула Мне На спину Хотел Бы В это Верить 2 Июня Этого Же Года Мне Попались Старые Письма И записи Людей Живущих Тут До Нас Их Снова Были Полны Надежды Восторженности Эндрю То есть Командир Форд Заметил Что я Их Читаю Хотя Уверенно Он И сам Их Читал Он Сказал Что их Надежда Беспокоила Его Она Ввела Их В заблуждение Направила По ложному Пути Сказал Он Так же Как и Нас Когда-то Так же Как и Нас Когда мы Были В блоке 16 Так же Как и Меня Сейчас Я Не Смотрел Не Смогла Удержаться И Недовольно Фыркнула Надежда Здесь В этом Месте Он Рассмеялся Когда я Высказал Свою Мысль Слух Он Действительно Думает Что Мы Выживем Что Мы Как-то Сможем Оправиться После Всего Этого Я Считал Его Наивным Но Ведь Именно Его Надежда Поддерживает Нас Так Ведь Именно Она Помогла Нам Выжить Когда я Сказал Это Он Улыбнулся И Ответил Что Мы Живы Только Благодаря Таким Людям Как Я Людям Которые Обратили Внимание На Его Упущение Бросали Вызов Его Безудержному Оптимизму Он Сказ Что Муицинизм И Прямолинейность Опустили Его На Землю Я Смеюсь Вспоминая Об этом Неужели В этом Хаосе Его Пугает Лишь Теплящиеся Надежды Он И вправду Думает Что Мы Живы Благодаря Мне Боже Что За Человек 12 Августа Прошлой Ночью Мне Приснился Очередной Мой сон О Корне Он Был Другим Реальным Во сне Все Они Поджидали Нас Возле Внутреннего Двора Отеля Где Мы Выращивали Еду Я Рассказал Об этом Форду Думал Он Отмахнется Как Он Часто Делает Но Он Сказал Что Стоит Проверить Это Оказалось Чертовски Хорошая Идея Ведь Нас Действительно Ждали Мы Сумели Прогнать Корень Благодаря Моему Сну После Этого Я Поведал Форду О других Свои Кошмары Сказал Что Уже Давно Их Вижу Он Предложил Рассказать Об этом Остальным Так Что Я Поделилась Своей Маленькой Тайной С Остальными Из Семерки Посмотрим Что Будет Дальше Но Мне Кажется Что Я Поступила Правильно Эндрю Хороший Человек Я Всегда Это Знала Час не нужно Мы Просто Пытаемся Выжить Ну Кто Черт Возьми Мечтает О свиданиях В постапокалиптическом Мире 16 Августа Да Плевать Предложу Я ему Свидание 17 Август Это Шнада Оказывается Наши чувства Были Взаимные Эндрю Боялся Сделать Первый Шаг Беспокоиться О своем Авторитете В блоке Вдруг Людям Начнет Казаться Что Он Делает Для Меня Об облажке Или Что Я У Него На Особым Положении А Ко Мне Будут Относиться Остальные Жители А Если Между Нами Вспыхнет Ссора Он Сдал Тысячу Вопросов Пока Я Не Заткнула Его И Тогда Я Все Поняла Неважно Какой Риск Несут Себе Наши Отношения Любовь Это То Ради Чего Стоит Бороться За Жизнь К На Этот Счет У Нас Никогда Не Было Разногласий 1 Января 971 Года Тысяча Естественно Черт Давненько Я ничего тут Не писал Думаю Правильнее Было Было Сказать Что Я Немного Отвлеклась Мы С Эндрю Поженились В прошлом Месяце Сейчас Я узнал Что Беременна Еще Я Не Сказал Я Еще Не Сказал Это Эндрю Пусть Это Еще Немного Когда он заговорил Об этом Я решила Что он Сошел С ума Кто Захочет Растить Ребенка В этом Жутком Мире Снова Он И Снова Он И его Чертовский Оптимизм Он Прав Дети Единственное Будущее Которое У нас Есть Я Не знаю Что Случится С этим Малышом Или С нами Черт Возьми Но Рождение Ребенка Похоже На Восстание Против Корня Который Хочет Уничтожит Нас Это Дарит Нам Надежду А Надежда Нам Всем Бы Не Помешала Нам Бы Совсем Не Помешало Если Быть Точным Ну Да Ладно Я Надеюсь Вы На Так Так Вы Очнулись Я Думала Вам Конец Мы С Рейксом Едва Вытащили Вас Кто Что Такая Я Командир Форд Это Моя База А Вы Уж Простите Непрошенный Гость И Я Должна Знать Кого Я Пускаю В Блок 13 Мы Уже С Месяц Не Встречали Ни Одной Живой Души Или Вы Рассказываете Что Там Делали Или Отправляетесь Корню То Есть Вот Так Вы Хотите Мы Здесь Не Любим Таинственных Гостей Дело В Том Что Блок Отрезан Втащив Вас Мы Были Вынуждены Завалить Ворота Корни Повсюду Нам И Получить Желаемое Легко не будет Уверяю Так что Будьте Начеку Один из наших Уже погиб Там Внизу Похоже Корень Подбирается К нам Идите Криксу Спросите Про свой Клинок Вряд ли Вы справитесь С корнями Без оружия Сделайте Это Для Нас И Я Помогу Вам Выбраться Хм Было Бо Неплохо О Она Критовать Может Нельзя Терять Время А У Ни Самой Здесь Нет Оружия Какого Ни Которое Можете Взять Не знаю Шины Попинать Ладно Разберемся Так Давайте К секунду Прервемся Так Все вроде Окей Парам Парам Пам Привет Рад Что Ты В Норме И Добро Пожаловать В Блок Тринадцать Я Постарался Тебя Подлатать Что ж Ты крепкий Орешек Я Риглер Но все Зовут меня Просто Рикс Твой Меч Он Пострадал В бою С ним Я уже Ничего Не смогу Поделать Когда мы Тебя Нашли Клинок Был Расколот Просто Груда Метала Кажется Эйс Говорила Что нашла В городе Оружие Может Она С тобой Поделится Говорят Она Собиралась Проверить Реактор Удачи Тебе Там Спасибо Ты Эйс Чего тебе Видимо Нет Так Так И раз уж Мы с ними Потрондели Давайте Пойдем Уже Наружу Посмотрим Что Она Вообще Может Предоставить Игра И Что Она От Нас В Принципе Хочет Вот Такие Вот Дела Но Пока Поразрушаем Всякие Фигни Пособираем Из нее Все Что Позумагем Это Металлолом Какой Там Возможно Полезный Возможно Нет Не знаю Привет Реактор За дверью И вниз По лестнице Давай Подержусь Там Хорошо Так Много Довольно Ломано Собирал Мне Прям Нравится Мне Кажется Что Это Немного На самом Деле Ну Все Жалко Она Не прыгает Ну Да Ладно Так Директория Управление Первый Уровень Реактор Б Один Блок Б Тринадцать Исследование Б Три Короче Ладно Б Один Б Два Б Три Суть по логике В нем Низ нам Рано Нам Нужен Реактор Который Б Один Там Там Девчонка Походу Ну-ка Что Так... Знаешь, как включить реактор? Ха! Ну а как? Включать реактор и дело непростое. К счастью, всё, что требуется, нажать кнопку на терминале над нами. Я бы и сама могла, но кто знает, что за тварь бродит вокруг. Но раз мы вдвоём, может, исправимся. Ладно, у меня есть план. Ты идёшь наверх и врубаешь реактор. Я помогу, если кто нападёт. Тебе, наверное, нужно оружие, да? Да? Погоди, сейчас поищу. Оу, выберите класс, серьёзно. Так, охотник, мастер боя дальней дистанции, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, охотничья метка, которая помечает врагов, позволяя его, товарищу, видеть цель сквозь стены. И крит урон увеличивает, хорошо. Мутильщик, эксперт по холодному оружию, боя за ближней дистанции. Модификация огненный выстрел, которая наделяет боеприпасы, всего огня, позволяя поджигать врагов. Ну, короче, дальник, ближник. Так, а это кто? Отступник. Спасались поддержки боя на средней дистанции, вооружённый мощный двустволкой, бла-бла-бла. Аура в исполнении модификации, которая постепенно устанавливает здоровье. О, вот это крутая штука. Вот так, это нам поможет. Пора запускать реактор, хватит терять время. Так, что у нас есть? Бодрость, стойкость и дух. У нас нет пока модов, которые сюда доступны. Урон 17. Урон 102, урон 40. Неплохо. Так, посмотрим. Как я и думал, тут нашлось, что нам поразбивать. И, в принципе, я думаю, что мы найдём ещё что-нибудь. Потому что, походу, здесь придётся именно всё из всего строить. И модернизировать оружие своё, именно за счёт того, что ты будешь строить что-то там. Поэтому резь и штука важная, я понял. Так, ну, в принципе, вот, мы дошли до сюда. Здесь ещё нету. Можно нажать Ешечку. Так, Ахтем, серия 980. Окей, пульт управления реактором. Терминал 1. Пользователю выданы права администратора. Внимание, несанкционированное использование данного терминала запрещено. Обратитесь к рабочему протоколу. Перед тем, как продолжить. Press pay bar to continue. Так, давай журнал ошибок сначала. Показатели работы системы ниже оптимальных. Зафиксированы высокие показатели выпуска жидкости. Секция 1А. Блок 16. Примечание. Дополняется промежуточное тестирование. Показатели температуры системы превышают заданные на 33,32 градуса. Сопущен протокол охлаждения. Температура конденсаторов превышает предельные значения. Обнаружена петля обратной связи на катушке. Зафиксировано нарушение потока хладогена выпускных клапанов F3 и F4. Процедура аварийного отключения питания запущена администратором. Время до перезагрузки около 32 минут с 44 секунд. Аномальная сейсмическая активность привела к понижению уровня хладогена. Колебания в емкостях основного хранилища причина неизвестна. Падение мощности производительности снижено на 15,72%. Глобальная ошибка системы обнаружен конденсат между компонентами. Запуск протокола аварийной ситуации. Примечание администратора. Аномальная сейсмическая активность повторилась и вновь привела к неисправности ключевых компонентов реактора. Что происходит в отделе оборонных исследований? Необратимые нарушения нескольких систем. Причина неизвестна. Ключевые функции отключены. Отключение питания. Активность зоны. Запуск системы аварийного питания. Окей, давайте попробуем запустить запуск реактора. Так. У нас гости. Так. Патронов у нас не так уж и много. О, патроны у них можно брать. Прикольно. Когда удобно. Прямо башкой. О, кто-то у меня там сзади пинался, кстати. Реактор, запускайся мать твою. Нужно быстрее запускать реактор, иначе эти хрени нас убьют. А мне это вовсе не хочется. А, пропактался. Нет. Черт, меня все-таки попали. А, пропактался. Черт, меня все-таки попали. Выняла тебя! Готово! Ещё и тебя спасла. Эй, не вешай нос. Мы живы, питание включено, всё не так плохо. Давай, поспеши к форт. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь скидку. Уверена, помощь тебе не помешает. Это да. Прикольно. Пока неплохо. Посмотрим, что из этого можем делать впоследствии. Так, патроны для пистолета мы получили. В принципе, ниже, я думаю, особо смысла нам спускаться нету. У нас нету хилочки, я прям хорошенько так потратился. По здоровью в плане. Хорошо, что здесь стало посветлее. Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Ах, да. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама... Сама судьба ведет тебя, понимаешь? Ты наверняка спасешь наш мир. Так, я попробую... Так держать. Вот, пусть будет у тебя. Немногим удается сохранить доброту в таком мире. Говорят, эта безделица отгонит даже смерть. Хоть и ненадолго. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов? Заходи. Ой, здесь свое место. Мы вдвоем продаем много ценного. Но этот камень... Тебе подарок. Береги его. Потому что остальной мир жесток. Должен же быть баланс. И еще. Элен. Ну, то есть командир. Знает про этот остров больше, чем говорит. А... Спроси-ка ее об основателе блока 13. Не лучшее время для визитов в блок 13. Так, после низких применений предмедлежатся целительные силы. Заряд драконии усидц пополняется во время отдыха в контрольные точки. Также после гибели персонажа. О, ну, это короче... Я понял, это отсыл как к Дарк Соулсу. Поговори, Сэлен. Она наверняка захочет отблагодарить тебя. Давненько я так не сражалась. Так, осталось два. Окей. Ладно, пойдем. Посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Так это о тебе говорила, Форд. Только дармоедов нам не хватало. У нас своих голодных ртов хватает. Зачем тратить припасы на кого попало? Думаешь, их легко достать? Жаль, что командирам можно впечатлить убийством пары полудохлых коряк. Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейб, инженер. А ты заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. У нас тут конец света, как бы. Так что есть повод для раздражения. Ладно, глянем, что у нас тут. Пока что это все. Неси детали, и я сделаю еще. Заплату. А теперь проваливай. Меня утомил твой треп. Да-да. Так, используется модификация для сырокового оружия. Бла-бла-бла. Аура в исполнении. Не будем зарядить ее на сыроках. Угу, угу, угу. Активировать. Так, далее. Сразу другие доступны в дополнительный режим введения огня. Позвольте произойти сместительный выстрел, чтобы установить модификатор. Ну, короче, да. Чтобы установить, не проблема будет. Здесь материалы. Персонаж. И, допустим, установить мод. Что он дает? Что он, пожалуйста, скажите мне дает? Прикольно. Могу им хилочки создавать. Ладно, круто. Привет. Спасибо за электричество. Форд рассказал о твоей помощи и приказал подготовить тебя к вылазке в город. Хм. Возможно, твой клинок все-таки пригодится. Дай-ка его сюда. Так. Рик, сулит ваше оружие, брони. Сопринесили на 1. В мере улучшения оружия и брони вы сможете вызвать. Ага. А, то есть улучшить топор можно, если что. Так, ну денег у нас хватает. В принципе, будет 44 урона. 112 против 102. Ну, примерно десяточку поднимает. И пистолет у нас тоже. Для всего этого нужны материалы Давайте улучшим Наверное, вот Все-таки Быть вот так вот Ну что ж Так лучше Вот В общем, возьми это Вещь не самая прочная Но хоть какая-то защита А, вот так Теперь получше защищает Хоть и мелочь, а поможет О, прикольно Так, может, похоже, не так же плохо, что фортную команду Запасов у нас, конечно, немного Но на добро мы отвечаем добром Заходи, если нужно будет улучшить оружие Теперь-то форт пустит тебя в город Надеюсь, тебя там не поджидают полчища коряк Так Окей Давайте сначала все же к форт зайдем А то мы как-то, видимо, мимо нее прошли Ни хрена у нас пушечка теперь большая Мне казалось, она выглядит более аккуратно Ну ладно Вижу на вас новое снаряжение Рикс и Маккейб знают свое дело Надеюсь, это поможет вам в пути Вижу, Реджи Дал вам драконье сердце Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины Думаю, его записи вам пригодятся Что ж, Реджи хоть и простоват с виду Но редко ошибается в людях Мы пока не можем открыть ворота Но основатель блока 13, мой дед, дал мне этот ключ Сказал использовать ее только в крайнем случае Что ж, этот случай настал Учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь нам Думаю, вы подходите Вот, возьмите карту В главном зале внизу есть терминал Вставьте в него карту Если повезет, мы включим эту штуку Но Надеюсь, этого не случится Прикольно Короче, если сдохнем, то сдохнем От ключ карты нет толку Если ее не вставить в терминал внизу Если нет, то нет Прикольно Ладно, посмотрим, что же нас ждет все же дальше Надеюсь, что что-то хорошее Ну, иначе бы сюжет, наверное, не развивался Так, доступ разрешен Система забракирована Ну, в принципе, логично Ставить ключ карту дотла Проверка внутренних систем То есть, система не пройден Вот ошибка 88 Так, доступ разрешен Загрузка журнала Давайте посмотрим журнал Блоки на атолле захвачены Мы используем кристалл, чтобы сбежать Но, возможно, эти твари также могут его использовать Я отключил его и в цели безопасности разрываю связь между нами и отлом Лишь так я могу спать спокойно Мне известны и другие способы перемещения между блоками Но из всех выживших кодов остались только у меня Полагаем, мы в безопасности Пока что Осторожно Жители блока 13 С внимания, используйте кристалл только в случае крайней необходимости Он каким-то образом привлекает корень Нельзя, чтобы они нашли блок 13 Пока корень не стоит у порога Ищите другой выход В случае угрозы проникновения корня Постарайтесь немедленно найти меня в моем кабинете Так, диагностика системы Проверка связи завершена Проверка памяти завершена Отлично, все круто Ну что ж, пробуем загружать додла Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом, но никогда сама не видела Этот красный глаз Может быть нашим единственным путем во внешний мир Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс Так, вы упомянули основателя Прежним командиром был мой дед Его называют основателем блока 13 Когда корень впервые напал Он собрал людей здесь, в блоке 13 Он пытался узнать, откуда взялся корень Провел много времени в поисках Однажды Он не вернулся Я так и не узнала, что с ним стало Снаружи блока 13 есть комната Записи в ней могут помочь в его поисках Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Аттола Послушайте Я знаю, вам и всем остальным Было нелегко Но вы справились Ради нас Я благодарна Если захотите вернуться в блок 13 Мы всегда будем вам рады Что ж, мы, походу, включили-таки здесь все Мотивировать красный кристалл блока 13 Ну что ж Время пришло Настройка мира Из пепла Обычная Выбрать режим Что он приближается Корень набирает силу Найди путь к Аттолу И уничтожь источник корни Прежде чем погибнут Последние Остатки человечества А почему нельзя выбрать все другие режимы Интересно Говоря мне Знать Ладно С этим мы разберемся чуть позже Перемещение убежища основателя Так